Не спешите. Вот. Приветствую, друзья. У меня дорогой гость. Да, самое интересное. Вы, наверное, сразу узнали. Но я ещё тайну раскрою. Это не просто так. Это вот сейчас, Валентина Эдуардовна... Ой, 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 это как раз бывает. Так это нужно. Это как раз-таки на счастье. На счастье, когда что-то роняешь из рук. Значит, волнуешься. А я волнуюсь. Да, потому что у меня теперь есть то, чего у вас нет. И теперь все женщины будут от меня без ума. Почему? Потому что, во-первых, я попробовал и почувствовал. Я же никогда в жизни не пользовался ароматами. Вдруг я почувствовал, что это моё. Во-вторых, Валентина Эдуардовна мне сказала, этот аромат для вас специально сделала. И тут написано, что и как из этого состоит. Это такие вот натуральные, натуральные. Я сейчас читать всё не буду, но тут именно натуральные. Такие элементы, компоненты. Именно под меня подобраны. Авторская, авторская. Вы извините, что я так расхваливаю, потому что я не для рекламы это делаю, а делюсь восторгом. Ну, хотите думать для рекламы, но вы этого не получите всё равно. Это лично для меня. Видите? Ну, я спросил. Ну, хорошо, я, мне действительно хочется утонуть. Я попробовал вот это вот, да, очень такие. И табак слегка. Ну, чё, сумасыте. Ну, короче говоря, чисто для меня, чисто мужское. Я поэтому спросил, а мне бы хотелось, чтобы женщины реагировали на меня. Ну, тут как, вот, не знаю. Здесь, конечно, есть ноты, афродизиаки. Вот, например, в основе лежит эфирное масло какао. А мы, может быть, попросим вас сесть сюда поближе, чтобы... Да, конечно, конечно. Да, сейчас мы возьмём спу. И сейчас мы кое-что вам расскажем. Расскажем. Ну, я, знаете что, как делал этот Чумак. У вас там стаканы есть, я, говорит, сейчас их намагничу, да? Потом попробуйте, солёное будет, лекарство будет. А я вам сейчас тоже возьму, когда Валентина Эдуардовна расскажет, а я возьму вот так, пшикну на себя. И вы тоже почувствуете. И вы мне там напишите, кто почувствовал. Почему? А боняние – это тончайший механизм, как писали там, где-то. Колебания в микронном диабазоне. И очень многие люди от самого предвосхищения, ощущения, у них происходит генерация в мозге. Но вы же знаете, что мозг может в ответ на образ создавать рефлекторные реакции в организме. Поэтому мы это попробуем, да, друзья. А теперь я вас слушаю. Говорите. Ну, состав у нас описан, он индивидуальный, и я всех тайн раскрывать, конечно, не буду, потому что они очень создавались, несомненно, именно под вас, индивидуально, в вашей пропорции. Но вот я могу, например, поделиться, да, здесь есть нотки фенфеля, базилика, ветивер, очень мужской такой, да, вот аромат, радизяк. Да, да, ваниль, какао, ладен, мирт, кедр. Я хочу сказать, что вот, но здесь нет табака, да, но вот вы согласитесь, что первая волна, это вот этот запах такого мужского, крепкого, приятного табака. А вы же рассказывали, я могу сказать, что... И вот этот вот такой, мне кажется, дорогой запах, да, и в то же время такой какой-то очень мужской, такой основательный. Мне всё-таки интересно, как женщины будут реагировать. Я как мужчина отреагировал. Мне очень подошло, хотя в жизни не пользовался. Мне, я и так вами очарована, вы знаете, да, и я неоднократно об этом говорила, делилась и с нашими общими зрителями. В вашем возрасте, когда будете, как я, в вами тоже будут очарованы, друзья. Да, а с этим ароматом вовсе не потому, что я его создала, а потому, что он действительно вас дополняет. Он, мне кажется, вас отражает и передаёт вот в этом ещё и в таком духовном проявлении, да, духи. Слушайте, а я время от времени теперь, когда буду ролики свои выставлять, буду вам показывать. Для того, чтобы у вас, вокруг вас психологическая атмосфера наполнялась ароматами киселёвых. Да, спасибо. Мне очень приятно. Я, вы знаете, что я большое удовольствие получаю от взаимодействия с вами. И я всегда говорю, что, да, Хосей Магомедович – это мой гуру, мой учитель. Я многому учусь от вас, и как от человека, и как от доктора. Спасибо. Вот я подарила моему дорогому другу, моему дорогому доктору экземпляр своей книги. А вы обратили внимание? А Хосей Магомедович подготовил книгу. А я как раз рисовал, рисовал для Валентины Эдуардовны Киселёвой картину «Ароматы» называется. Ну, название мы можем как-то придумать от вас, вы сами назовёте. Но это было именно в связи, видите, там вот это вот. Ну, раз вы назвали «Ароматы», значит, она «Ароматы». Вот. Так что. И там я подписал. Я искал вот этот вот фломастер специальный, и нашёл, и подписал. А вот посмотрите, как интересно, друзья. Мы тогда делали вебинар. И очень многие, очень многие были так заинтересованы. Потому что, во-первых, я сам очень благодарен. Потому что Валентина Эдуардовна меня научила относиться к некоторым вот этим вирусным вещам очень критично. Это, во-первых. Во-вторых, живот должен быть всё время тёплый. Потому что, когда мы пьём ледяную воду, там, или ещё вот когда возникает... Мне в своё время Лихтенштейн Владимир Абрамович, мой завкапитрый по неврологии в мединституте, говорил. Ты знаешь, от чего люди прослуживаются? Не потому что холодно, а потому что противоречие между анализаторами. Ты сидишь в тепле, например, а ножки поддувают с балкона. И ты сидишь, голые ножки холодненькие, а голова тёпленькая, и всё тёпленькое. И вот это противоречие между анализаторными системами даёт сбои целостной саморегуляции организма. Кросс-первая сигнальная система. Да, да. И вот здесь как раз-таки Валентина Эдуардовна мне подсказала, что не надо делать сбои в организме. Живот должен быть не холоднее, а теплее. А теплее, чтобы всё было целостно. Да, я с тех пор чувствую себя моложе. Рекрасно. И вам тоже рекомендую, если у кого какие проблемы. Не только, как называется, ЖКХ, а вот это вот, не то ЖКХ, которое платить надо. ЖКТ. ЖКТ, да. Не только это, а вообще утомляемость, давление скачет, может быть паники. Кстати говоря, про паники хочу сказать, что зависимости и к различным наркотикам, и к табакам, и к алкоголю, как и зависимости от страхов, как и позитивной зависимости я люблю рисовать. Это всё зависимости. Независимых людей не бывает. Просто мы занимаемся тем, что у нас зависимости позитивные. И те, которые добиваются позитивной зависимости, берите пример, и вы тоже будете дарить друг другу бесценные, уникальные подарки, которые будут украшать вашу жизнь. И делать вам хорошее настроение и долголетие. Правильно? Мы хотим, чтобы вы все жили долго. Совершенно верно. Долго и качество жизни, чтобы было прекрасно. Вот. Вот это вот самое главное. Потому что жить можно долго и мучиться. Да. Мы хотим, чтобы вы жили счастливо, в радости и в здоровье. Время от времени мучиться тоже надо, чтобы сравнивать. Потому что норма, когда у вас вот зуб болит, на стенку лезешь. Когда зуб не болит, и вспомнить не можешь. И не ценишь, когда тебе хорошо. Да. Оказывается, самое лучшее состояние, когда тебе хорошо, менее всего ценится. Да. Поэтому вы берегите свое хорошее состояние, когда у вас хорошее состояние, пытайтесь его запомнить и мысленно перекинуть на будущее, что когда вам будет по какому-то поводу плохо, вы моментально вспомните, что все время плохо не бывает. Что потом будет хорошо. И потом сразу сделаете обжатие пачеков, чтобы переключить доминанту, потому что это 10 болей, переключают доминанту. И вы начинаете снимать стресс. И в этот момент вспоминайте, какие дела у вас нерешенные, чтобы энергия страха перенаправилась, как в Акидо, на решение ваших волнующих задач, которые были нерешены и руки не доходили. Я так картины рисую, а вы так проводите свои занятия, делаете ароматы и делаете вот такие книги интересные пишите. Вот мне очень понравилось название, потому что еще раз покажу книжку, потому что «Пикник на обочине дивного нового мира». Вообще «Пикник на обочине» Стругацкий, помните, да? Они меня завели создать в институте медицинском, институт еще, чародейства и волшебства. Потом меня таскали в КГБ, ты что делаешь, разве можно в институте институты создавать? Но потом разобрались, ничего страшного. Сейчас я не знаю, можно создавать или нет. Ну вот очень оригинальное название «Дивного нового мира». К каждой главе практически идет своя соответствующее содержание у главы цитата как раз из их прекрасного произведения «Пикник на обочине». Все вы помните, как следивный новый мир, антиутопия нам совершенно неинтересная и нежелательная, поэтому мы хотим создать свой пикник на обочине их дивного нового мира. И вот получилась такая компиляция, и я с удовольствием... Но если мы будем на пикнике на обочине, мимо будет проноситься мир, а мы будем там... Я написал как-то про женщину, женщина так думает. Там, где я, там и остров. Вот мы будем на этом пикнике сидеть, и нам будет хорошо. Мы будем смотреть, как плывут облака, как в детстве. Как в детстве лежишь на травке, смотришь, как плывут облака, и мир впереди кажется таким большим и интересным, главное быстрее вырасти. А потом вырастешь, и у тебя проблемы сплошные. А мы поэтому и соединялись в работах, для того, чтобы проблемы вы могли обращать в достижение. Вот такие дела, друзья. Задавайте вопросы, пишите там в комментариях все вопросы к нашей Киседовой, дорогой. И вы, пожалуйста, смотрите, как будет время, потому что наши зрители тоже будут ожидать. Обязательно, конечно. Спасибо. 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 До встречи, друзья. Всего доброго. До встречи. Всем хорошо.